Как известно, в России две беды. И об одной мы уже рассказали. Но в этот список уместно добавить как минимум еще одну – безнадзорные животные. Недавно мы сообщали, что в России предлагалось ужесточить закон в отношении безнадзорных животных. Эта инициатива была вынесена на широкое общественное обсуждение и вызвала много критики. Напомним, что наш регион не поддержал предложения ряда депутатов Госдумы, а проблема состоит в том, что на настоящий момент лишь около трети регионов страны создали у себя приюты для бездомных братьев наших меньших, что позитивно отразилось на решении самой проблемы. Те же, кто не озаботился этим вопросом, как раз в первую очередь и предлагали, мягко говоря, не самые гуманные варианты решения этого вопроса. К счастью, Тверская область не в их числе. О том, как сегодня обстоят дела в нашем регионе с организацией работы с безнадзорными животными – в сюжете нашего корреспондента Анастасии Бучок. Как мы все знаем, собака становится кусачей от жизни собачьей. Но за условия жизни четвероногих ответственны люди, которые часто борются не с причинами, а со следствиями и межеспровоцированные проблемы. Надо заметить, что угроза со стороны агрессивных безнадзорных животных волновала граждан Тверской области многие годы. Ведь собаки и кошки порой небезосновательно вызывают у мирных жителей беспокойство и одновременно жалость. С одной стороны, они могут быть переносчиками опасных заболеваний, а с другой – они все же живые существа и сами тоже зачастую нуждаются в помощи. Как показывают опросы общественного мнения, абсолютное большинство граждан при этом выступают за гуманное решение этой проблемы. Но это требует определенных решений и действий. Тверь стала одним из первых областных центров, где был построен приют для животных. Идею его создания, как известно, не один год продвигал депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев, добившийся в итоге выделения необходимых средств на возведение этого объекта в начале 2020 года. После чего объект, как и предполагалось, был передан на баланс городской администрации. Но обеспечить работу приюта город в силу разных причин так и не смог. Поэтому по решению тех же депутатов гордумы его в прошлом году передали в область. И жизнь здесь потихоньку начала налаживаться. А параллельно стала исправляться и плачевная ситуация с бездомными животными. Их количество ощутимо сократилось. А по данным госвидинспекции региона, стало еще и в разы меньше инцидентов, связанных в первую очередь с беспризорными собаками. Но так было не всегда, вспоминает Дмитрий Нечаев. Во главу угла было, конечно, поставлено строго вариант гуманного решения. Это строительство приюта. Сами понимаете, что если нет приюта, то куда его можно помещать? И дальнейшие все процедуры, такие как стерилизация, учет животного, его беркование и так далее, они просто были невозможны. Поэтому я с удвоенной энергией приступил к решению этого вопроса. В рекордно короткие сроки, с максимальным качеством, с учетом всех пожеланий зоозащитников, с которыми мы постоянно консультировались, был этот приют построен. Конечно, работа по нормализации ситуации с бесхозными собаками и кошками еще только в самом начале, но горожане уже оценили ее первые результаты. В 2022 году в микрорайонах Мамулина и Брусилова жители терроризировала свора бездомных животных, собак. Люди не знали, что делать, потому что действительно было страшно гулять со своими питомцами. Были нападения на детей и обратились в городскую службу. Служба выехала и очень быстро с этой задачей справилась, потому что они сделали все это практически без всяких заметных действий для жителей. Они собак быстро этих увезли, ну и, соответственно, провели с ними всякую обработку, какую положено было сделать. В общем-то, на сегодняшний день жители микрорайонов Мамулина и Брусилова от этой проблемы освобождены. В настоящее время отловом животных действительно занимаются подразделения Госветинспекции, а содержание в приютах НКО. Такое решение было принято согласно концепции по обращению с животными без владельцев, принятой на заседании президиума правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя. Скорая помощь в лице специалистов городской ветеринарной поликлиники отлавливает собак и проводит необходимые медицинские процедуры. Затем привозит в приют, где с собаками работают профессионалы. В работе проводится уборка, естественно, кормежка, естественно, лечение собак, которые поступают иногда с травмами. Ветеринспекция привозит, да, отлов нам привозят собачек, но они содержатся 21 день. Собака, если к жизни адаптирована, есть у нее кормовая база, как бы где, и собака не агрессивная, она, естественно, чипируется, прививается и выпускается в свое среду обитания. Собаки, которые негде им жить, просто хозяин, допустим, умер, собака не приспособлена к жизни на улице. Они остаются, естественно, не то что пожизненные, но будут за сего хозяинами. В Тверской области завершается работа над созданием сети из четырех кустовых приютов в Твери, Ржеве, Вышнем Волочке и Бежицке. В них будут свозиться отловленные животные из соседних муниципалитетов. На сегодняшний день это самый приемлемый вариант. И, наконец, пожалуй, самое главное. Как утверждает президент фонда Love Animals, руководитель двух крупнейших тверских приютов Ольга Рябова, посвятившая полжизни решению проблемы бездомных братьев наших меньших, они не появляются из ниоткуда. Ведь судьба каждой такой собаки – это драма, часто связанная с безответственным и жестоким отношением человека к своему четвероногому другу. Поэтому мы все должны осознавать и помнить, что решение собачьего вопроса может быть только комплексным. И культура владения животным, ответственность хозяев, общественная мораль здесь очевидна на первом месте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok